здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пельненко сегодня у нас медицинская программа причем программа на мой взгляд важная касается она детей лето с одной стороны замечательная пора хочется всем наверно немножко побыть детьми чтобы отдохнуть с другой стороны масса появляется других проблем но как это всегда происходит и о том что такое профессиональный осмотр что такое диспансеризация касающиеся детей и вообще о здоровье детей говорим сегодня с ириной алексеевной козловой заведующей детской поликлиникой номер два люберецкой областной больницы городского круга люберцы и мы уже встречались ирина иксена здравствуйте вот говорим мы естественно о детях вот давайте сначала начнем самого простого просто как врач как эксперт как профессионал все мы понимаем что детям всегда нравится лето но во первых самый длинный период когда можно отдохнуть иногда даже от родителей второе сама погода располагает что вроде как меньше заболеваний так далее с другой стороны это расслабление это какой-то такой эйфория да если можно так выразиться вот какие-то другие могут быть проблемы все-таки лето для детей что это такое с точки зрения медицинского работника ну лето это с одной стороны пора отдыха про отвлечение от каких-то режимов дня от обязанностей по учебе от строгих строгого расписания рабочего времени контроля контроля со стороны родителей и педагогов а с другой стороны лето это пора определенных опасностей которые тоже могут подстерегать вот это и ожоги и солнечные ожоги какие-то перегревания укусы насекомых и так далее то есть травматизм травматизм опять же даст то есть своя и специфика этого времени года то есть вы не расслабляетесь как мы не расслабляемся никогда в круглый год хорошо но наверное все то все равно мы сегодня будем говорить прежде всего диспансеризация будем говорить вот слово диспансеризация сегодня все-таки нами чаще воспринимается связано со взрослыми но потому что врачи бьются уже сколько ну десятилетия уже точно бьются что год приходите у вас есть возможность посмотреть что у вас там происходит потому что потом может быть поздно мы можем на ранней стадии чего-то такая всем понятно теорема если даже аксиома можно сказать тем не менее и вы ваши коллеги которые приходили рассказу до сдвигается дело люди начинают взрослые приходить но тем не менее все равно большинство ждет пока рак свистнет что называется вот а что такое детская диспансеризация ну детская диспансеризация вот чем отличается педиатрия от других видов врачебных специальностей это тем что мы наблюдаем не только больных но и здоровых детей и наша задача даже больше упор делать на именно профилактическую работу для того чтобы наше поколение выросло здоровым а для этого мы от начала жизни ребенка практически с его рождение его наблюдаем в течение 18 лет и выявляем у него все группы риска еще на этапе после рождения то логи и всякие патологии уже существующие которые могут быть в случае каких-либо сложившихся обстоятельств реализоваться так сказать клинические формы вот и этим мы как бы отличаемся от других врачебных специальностей тем что мы детей осматриваем не только больных но и здоровых то есть наша задача выявить группы риска это главное в этом вопросе мы очень рассматриваем еще возможности наследственных заболеваний то есть мы родословную детей очень нам интересно всегда знать какие и важно очень важно да в какие есть заболевания в роду вообще с одной и с другой стороны папой и мамы у ребенка потому что риски той или иной патологии они уже понятны еще даже до рождения ребенка в при натальном периоде когда мама еще беременна там три раза проводится узи-скрининги для того чтобы тоже это все патологии выявлять на ранних этапах и даже некоторые виды патологий устранять еще до рождения поэтому это очень важно более того всегда заболевание проще предупредить чем его потом лечить и если мы знаем уже что от ребенка ждать и более того знаем как это предотвратить то это очень важно но вот такой даже простой пример чтобы мы сразу тут смогли разобраться если например в роду были больные онкологии причем не просто больные ушедшие в каком-то там ну раннем возрасте конкретно есть понятно чего то есть это уже может стать таким для вас звонком что нужно следить за этим да это будет сигналом так тому что мы можем ожидать от ребенка вот этой патологии генетической особенно если человек который ушел он обследовался и обследовался в том числе и на генетическом уровне да конечно онкология это одно из тяжелых заболеваний которые может наследоваться то есть мы можем при правильном подходе знать что ничего нет сейчас все хорошо но это может возникнуть и если это возникнет может быть заранее вооружены что на к самой самой первой стадии если мы будем проходить осмотр и проверяться да и будем знать что у нас вот есть такая опасный до момент тогда мы можем поймать эту болезнь на ранних стадиях и решить вопрос то что не решили будут предыдущие ну да конечно поколение хорошо вот вы говорите скрининги сейчас так такие слова да давайте тогда мы расскажем сейчас нашим телезрителям вот пока берем детей здоровых да которые вот у нас по проходит просто вот этот вот глобальный осмотр что в него входит и как это все происходит записывается приходит как но объем осмотра в каждом возрасте разный то есть здесь минздрав разработал для нас такие объемы обследований и осмотров специалистами которые актуальны в данном возрасте и это все включено в приказ минздрава российской федерации номер пятьсот четырнадцатый который основным руководствуем с этим приказом и в соответствии с возрастом дети проходят у кого-то большие осмотры в определенные этапы жизни это год ребенку три года шесть лет потом это подростковый возраст 15 16 17 такое довольно тоже опасное возраста в плане возникновения многих патологий со стороны продуктивность и репродуктивной системы то есть это гинекология урология мальчика ну идет становление нам нужно проследить за гормональным развитием ребенка и его становлением всех его функций в том числе деторождение на будущее вот здесь же очень большое значение в подростковом возрасте имеют психиатрические осмотры потому что это тоже очень важная такая составляющая за здоровье ребенка психосоматического вот и в соответствии с возрастом педиатры записывают детей на профосмотры создаются маршрутные листы в которых указывается время и дни когда нужно приходить как правило мы стараемся за одно максимум за два посещения провести этот профосмотр чтобы родителям не было накладно с работой как-то это все скоммуницировать и таким образом мы получаем информацию уже потом педиатр в конце концов резюмирует всю эту информацию полученную от специалистов и обследований всех и выводит уже и диагноз и группу риска ребенка ребенку и дает маме рекомендации по дальнейшему наблюдению здесь же мы оцениваем физическое развитие детей что тоже очень важно это вес рост и его вес вес ростовые показатели все установлены такие ну да нормы но это в норд норма тогда референсное значение вот мы смотрим его динамику веса и роста от предыдущих показателей потому что это тоже очень важно в случае остановки в росте или весе или наоборот потери веса или роста мы соответствующим специалистам вовремя отправляем вот но также все все параклинические обследования это узи и кг анализы и так далее вот ну и соответственно после того как уже педиатр установил какие-то моменты отклонения у ребенка в состоянии здоровья мы дальнейшую маршрутизацию разрабатываем ребенку на второй третий этап до обследования когда нужно уже более серьезные какие-то углубленного обследования и более серьезные методы лечения если какие-то диагнозы выявляются вот как правило вот эти скрининговые осмотры казалось бы на первый взгляд ребенок пришел там прошел к всех специалистов такой осмотр но тем не менее на скрининговых осмотрах мы часто выявляем уже нарушения возникающие со зрением у ребенка например то есть ухудшение зрения там каком-то долго да да еще тогда когда еще можно там как-то его поправить то и очковой коррекции допустим либо какими-то занятиями в том числе гимнастикой такой зрительный да и питанием соответствующим витаминами и так далее то есть здесь это очень важно на будущее потому что как правило и любая патология особенно у ребенка она она подлежит лечению и более того она очень хорошо откликается на лечение если и бывают такие случаи когда хроническое заболевание ребенок может от него выстроить если вы вовремя начали и во время все про провели ну вот тоже такой двойной как бы момент наступает что с одной стороны каждый кто имеет ребенка ну такой среднестатистический родитель да есть еще ни одного конечно него желание чтобы ребенок должен быть даже лучше чем я вот и есть наверно мамочки такие которые с удовольствием ходят и все делают и так далее а есть родители которые но не то что плохо относятся нет тут просто им кажется но зачем все нормально ребенок здоровый ест хорошо болеет мало занимается спортом там 33 кружка бабушки дедушки ест правильную еду и так далее вот к этим родителям которые по принципу вот сейчас мы пойдем и что там найдут или врач внимания чего-нибудь там ошибется и так далее вижу такой до психологический портрет вот давайте об этом поговорим потому что скорее всего наш разговор прежде всего к ним обращен к этим людям которые считают что и так все хорошо да но я призываю родители всегда когда разговариваю с родителями акцентирую на это внимание что родительский взгляд это родительский взгляд то есть мы конечно же доверяем родителям их мнению более того именно родители нам рассказывают про какие-то особенности на водящие вопросы мы задаем но тем не менее есть на водящего да тем не менее родители нам выдают какие-то такие вещи которые нам позволяют делать какие-то выводы про ребёнка. Но здесь вопрос, в чём кроется вся ошибка таких родителей, о которых вы говорите, в том, что родители могут недооценивать какие-то симптомы, которые уже имеют место у ребёнка. И тогда это как раз-таки приведёт к тому, что потеря времени будет для ребёнка фатальной. Поэтому мы стараемся проводить беседы с родителями, чтобы они своевременно это делали и реагировали на наше приглашение. Потому что мы сейчас активно именно приглашаем детей. То есть не так, как кто пришёл, того и осмотрели, что называется. А вот именно приглашаем, активно предлагаем, записываем, сами помогаем записаться. То есть такая профилактическая компания. Да, это компания. Вот мы сейчас об этом поговорим во втором части, потому что сейчас кто-то прислушается к нашему разговору и подумает, да-таки давай сводим, посмотрим, да, что-то он зимой часто болел у нас. Ну, например, да, такой может быть подход. Либо наоборот, не болеет, аж страшно становится вообще. Все вокруг болеют, а не болеют. Вот во второй половине поговорим уже о самой схеме прохождения этого процесса. Напомню, что у нас в гостях сегодня Ирина Алексеевна Козлова. Уже не в первый, кстати, раз мы бьёмся за детей в нашем эфире. Заведующая детской поликлиникой номер 2, Люберецкой областной больницы. Говорим о профессиональном осмотре и здоровых детей, и детишек, которые болеют. В общем, всё дальше во второй части. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Ирина Козлова, заведующая детской поликлиникой номер 2, Люберецкой областной больницы. Говорим о детской диспансеризации, о профессиональном осмотре. Итак, мы всё-таки предполагаем, что родители услышали, ребёнок вроде как не болеет, или наоборот, что-то зимой болел, ну, к врачу не обращались, так, по мелочи. Вот решили прийти. Значит, прежде чем они решили, вы проводите какую-то агитацию. Вы куда сообщаете родителям о том, что есть возможность прийти на профессиональный осмотр? Ну, во-первых, на всех осмотрах до года. Участковая служба, врачи и весёстры проводят беседу о том, что есть такая кратность осмотров определённая. Ознакомливают. Как бы запутно говорят, обязательно нужно через 3 года. Ну, они обычно знакомят родителей с этими кратностью. До года это ежемесячно. Потом там раз в полгода, до 3 лет. И с 3 лет это ежегодно, один раз в год. Ну, вот, наверное, с 3 лет начинается... До 3-х-то ещё точно все так под напрягом. А после 3-х уже начинается расхолаживание такое небольшое. А мы помним с вами, что следующий как минимум в 6 должен быть. С 3-х лет потом в 6. Но 4-5 лет там маленький осмотр педиатра только, а большой осмотр всеми специалистами перед школой в 6 лет. Ну, хорошо. И вы как рекламируете это в нашей программе? Вы на своё, на медицинских всяких источниках, что вот можно прийти в такое-то время, какой-то график составлен, когда можно прийти? Да, у нас в поликлинике выделены дни диспансерные, специально для детей, которые проходят диспансеризацию. Как правило, в эти дни больные дети не проходят. А разведены? Да, у нас разделены потоки. Это вторник и четверг. У нас дни здорового ребёнка выделены приказом главного врача. И дети больные идут у нас в кабинет неотложной помощи. А повторно те, которые заболевшие, допустим, вызывали, те назначаются педиатрами в другие дни. Это понедельник, среда или пятница. Те, которые пришли первично, вторник и четверг, те идут в кабинет неотложной помощи. И вот эти дни у нас специально выделены именно для прохождения профосмотров. И все врачи как бы на месте ждут? Да, все врачи на месте. У нас в поликлинике полностью укомплектован штат узких специалистов. У нас все специалисты есть, обследования все проводим мы. Поэтому с этим проблем нет. То есть не нужно никуда кататься? Нет, с этим проблем нет. Хорошо. И получается, что логика подсказывает, что именно на эти дни можно записаться заранее? Ну, как правило, маршрутный лист для диспансеризации создаётся в участковой службе. Сами родители записаться не смогут. Придя, допустим, на приём, они назначают следующий визит на диспансеризацию и выдают маме в руки маршрутный лист, в котором уже записано ко всем специалистам ребёнок и на все обследования. Такой маршрут, инструкция, да, как действовать? Да, в этом маршрутном листе указаны все специалисты и время записи. То есть для того, чтобы не было вот этой очереди, ну, вдруг все захотят прийти на диспансеризацию, да, то есть заранее идёт какой-то развод вот на время, по времени? Да, всё по времени, да. Хорошо. Вот, мы стараемся, естественно, комбинировать так, чтобы ко всем специалистам эта запись была в течение двух часов максимально, вот, то есть чтобы ребёнок там полдня или день целый не провёл в поликлинике, вот, ну и всё это стараемся вот так вот делать. Более того, если, допустим, медсёстры рассматривают свою перепись и видят, что ребёнок давно не посещал поликлинику, это тогда активным обзвоном делается. То есть напоминают родителям? Напоминают родителям, да, но это в основном неорганизованных детей. Что касается организованных посещающих сады и школы, там тоже есть свой график осмотров. Как правило, мы его утверждаем уже в конце августа, на весь учебный год, вот, когда, в какие дни у нас последовательно профилактические дни, специалисты выходят в школы и сады активно. То есть в школах и садах это происходит. Вот. И там они осматривают этих детей. А если ребёнку, например, нужно получить справку для поступления в садик или в школу? Если это организованный ребёнок, то опять же садиковские дети уже, которые выпускаются из детского сада, они тоже осматриваются в детском саду. И там же им оформляются все документы, просто потом родителям выдаются и несутся в школу. Там нет никаких проблем с прохождением. А что касается оформления в сады, то да, уже после года участковые начинают с ними работать. И ближе уже к оформлению в детский сад тоже весь осмотр им организовывается. Хорошо. Давайте поговорим теперь о детках, которые имеют какие-то заболевания, к сожалению. И они самые разные бывают, по самым разным направлениям. И бывают такие, которые довольно часто к вам приходят. Бывают кто поменьше, какие-то обострения и так далее. Вот как здесь работает диспансеризация? Ну, в диспансерную группу входят дети с хронической патологией, с любой совершенно хронической, неврологической и соматической, и любого специалиста с патологией. И эти дети у нас тоже приглашаются на осмотры. И пройдя осмотр, ему назначается время следующего визита. Два раза в год такой ребёнок должен пройти осмотр по своей патологии и с оценкой динамики развития этого заболевания, с оценкой критериев каких-то ухудшений в течение этого заболевания, с назначением каких-то консультаций или госпитализации в другие лечебные учреждения, в том числе федерального уровня. Особую группу детей представляют из себя дети с патологией орфанной. Это орфанные заболевания, редко встречающиеся, так называемые редкие заболевания, которые тоже жизнеугрожающие могут быть. Это дети, нуждающиеся в особом нашем внимании. Почему? Потому что это дети с особой лекарственной терапией, даже есть дети, которые имеют в качестве лечения питание определённое, и мы тоже им это питание заказываем, когда они не могут кушать то, что все дети всё подряд, а только определённые смеси и так далее. Вот орфанные заболевания вот такие. Эти дети на особом счету у нас, они тоже осматриваются, но они осматриваются более часто. Мы стараемся этих детей осматривать раз в месяц с кратностью. И особая группа детей – это палеоактивные дети, так называемые. То есть это дети с тяжёлыми заболеваниями, с очень тяжёлым и зачастую неблагоприятным прогнозом реабилитационным. То есть такие дети тоже есть, их немного, но, к сожалению, они есть. И мы с ними тоже работаем. Как правило, осмотры детям с тяжёлой патологией мы осуществляем на ДАМУ, стараемся не приглашать их в поликлинику по причинам плохого передвижения ребёнка, либо также по причине, чтобы меньше контакта у него было. Специалисты анализы и все виды обследования к нему выезжают на дом. И тоже мы их контролируем. Точно так же и с оценкой их состояния и с маршрутизацией в какие-то профильные учреждения, чтобы вовремя те или иные виды ухудшений заметить и устранить. Хорошо. Вот вы говорите анализы, масса процедур. Я не знаю, есть ли УЗИ среди вот этих. Да, есть УЗИ. Это же тоже всё по опыту нашему многолетнему, какие-то записи и так далее. Я так понимаю, ведь это всё бесплатно? Да, все прикреплённые дети к нам, которые... Все прикреплённые дети? Они должны быть прикреплены к вам? Да, все прикреплены, да. И поэтому идёт это расписание, чтобы если УЗИ, пришли вот такое-то, такое-то время. Да, чтобы не было очереди, они все по записи. Ещё такой вопрос. По поводу специалистов, наверняка я его задавал, но не могу не повторить сейчас, потому что мы знаем, что проблема с медицинским персоналом, даже не проблема, скажем так, а это всё-таки профессия, кто-то куда-то уехал, уехал, потому что что-то, как ему кажется, лучше нашёл, или по семейным обстоятельствам, или ещё как-то и так далее. То есть всегда есть определённая текучка кадров. Кто сегодня работает в вашей больнице, тем более, что мы понимаем, это же работа с детьми, это, мне кажется, даже сложнее, чем со взрослыми. Да, есть свои особенности. Но дело в том, что у нас такой достаточно стабильный коллектив в нашей поликлинике. У нас есть все узкие специалисты, у нас работают два ортопеда, два невролога, офтальмолог, гинеколог, два хирурга, эндокринолог, два лор-врача. Как же вы их держите всех? То есть у нас такое, у нас, в принципе, 100% специалистов работает из тех, которые должны быть в профилактических осмотрах. Мы очень рады этому и стараемся так... То есть я так понимаю, что созданы такие условия, что... Да, совершенно. Потому что ведь это важный такой момент, мы знаем разные истории, что Москва, говорится, все туда хотят уехать, потому что там немножко по другому плану, все знают об этом. Но тем не менее, наверное, зависит еще и от коллектива и от тех возможностей, которые есть. Вот по возможностям я говорил уже про то, что УЗИ, там анализы, что все это бесплатно. А само оборудование сегодня, насколько оно соответствует современному? Ну, у нас поликлиника достаточно неплохо оснащена, и вот сейчас мы даже в этом году лицензировались по медицинской реабилитации, то есть у нас есть достаточно большой спектр физиотерапии, аппаратура есть для этого, у нас есть галлокамера, есть массаж, работают три медсестры по массажу у нас, у нас есть большой зал ИЛФК, там тоже есть инструктор, вот, у нас есть инструктор по грудничковому плаванию, вот сейчас у нас планируется ремонт бассейна, тоже этот вопрос мы наладим, вот, так что у нас на самом деле реабилитация детей с хронической патологией, особенно, ну, неврологическая ортопедическая патология здесь актуальна, она достаточно развита. Ну, то есть охватили все самые такие важные моменты, и действительно сейчас во взрослых-то поликлиниках приходишь, там 3-4 специалиста, остальных нужно записываться на 100 лет вперед, по-разному бывает. Ну, и последнее, все-таки, есть какие-то результаты, я к чему веду, больше стали приходить, слышат ли вас, проводится ли это на уровне, скажем, Министерства здравоохранения всей страны, чтобы люди знали, что вашего ребенка нужно, сначала вы переживаете, а потом почему-то вы расслабляетесь, аж нужно почаще посмотреть, чтобы, опять же, выявить то, что может быть потом. Да, это сейчас очень поставлен на этот вопрос, серьезно поставлен, да, и контролируется все Минздравом Российской Федерации, Московской области, помогает Минздрав нам кадрами, то есть вот присылаются кадры педиатров, мы взяли несколько человек себе на работу по направлению Минздрава, то есть вопрос этот под контролем и очень хорошая помощь. Вот, ну а что касается результатов, да, народ пошел больше, люди стали лучше понимать актуальность этой темы, что меня, например, как заведующий, как педиатра 30-летним стажем очень радует, потому что я считаю, что забота о здоровье это наша общая забота, не только врачи должны об этом думать, но и сами родители, конечно, потому что родители наши главные помощники. Ну и тем более, что родители, одно дело, когда человек сам болеет, сам принимает для себя решения, взрослый, и мы знаем, какие он может принимать решения, да, самоуспокаивающие, или наоборот, ничего нет, а он весь взбешен чем-то, а тут ты как бы несешь ответственность за, с одной стороны, вроде как твой ребенок, а с другой стороны, он же тоже человек, отдельная личность, и мы должны создать все условия для того, чтобы он нормально развивался. Но лето, как мы с вами выяснили в начале программы, в полном разгаре. Мы желаем вам и всему вашему коллективу, чтобы только диспансеризация была, и чтобы ничего не выявляли, чтобы не было никаких неожиданных визитов. Ну а родителям хотим напомнить, что летом все расслабляются, пытаются, по крайней мере. Вот, сейчас пригрело солнышко, и уже и родители, и бабушка с дедушкой где-то, а ребенок чего-то начал своей жизнью жить. Поэтому, пожалуйста, следите внимательно, чтобы не попасться в добрые руки Ирины Алексеевны Козловой и коллег, но все-таки хочется, чтобы дети до сентября не обращались в больницу, а только пришли на осмотр. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». У нас в гостях была заведующая детская поликлиникой номер 2 Люберецкая областная больница Ирина Алексеевна Козлова. Ну а меня зовут Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова